Всем привет! С вами Элина и Бетти. И сегодня мы вам расскажем о трех способах использования кокосового масла. А именно я расскажу о тех способах, которые я люблю использовать сама, и которые я считаю, что действительно работают. Давайте начнем. Хочу начать с небольшой предыстории по поводу кокосового масла. Честно говоря, до того, пока я не съездила в Таиланд, я про него вообще особо не слышала и не интересовалась. Знала, что такое существует. Собственно, на этом и все. Когда мы приехали в Таиланд отдыхать, я начала искать на русских сайтах, что привезти из Таиланда. И, соответственно, нашла очень много отзывов, в первую очередь о кокосовом масле, о его полезных свойствах во всех возможных вариантах. Поэтому, конечно, я в первую очередь начала покупать кокосовое масло и привезла его сюда, в Голландию. Но, честно говоря, когда я начала искать его здесь, я поняла, что практически в каждом магазине можно его найти. То есть вот такие вот бидоны, можно сказать, огромные, продаются практически везде, стоят копейки. Абсолютно натуральная также и продукция из Таиланда. Поэтому я поняла, что, в общем, заморачиваться, если ты живешь в Европе, и везти из Таиланда кокосовое масло, видимо, все-таки не обязательно, потому что его можно вполне купить здесь, в доступном цене, и, в общем-то, везде. Вот насчет России, я не знаю, может быть, не везде продают его, может быть, только в больших городах, я не знаю. Потому что как-то я с ним не сталкивалась, пока жила в России. Ну вот, теперь начнем с хит-парада, состоящего из трех ступенек. Почему мне нравится кокосовое масло и как я его использую? Начнем с третьего места, потому что это я делаю довольно-таки редко. Я его использую для губ. Когда мои губы начинают ответриваться, ну или просто трещины, не знаю, какие-то появляются, что-то на губах бывает, когда, в общем, они не мягкие, я просто на ночь наношу на чистые губы, без макияжа, естественно, тонким слоем кокосовое масло. Как правило, вообще уже на следующий день об этом я уже не помню, что у меня были сухие губы или что-то такое. Ну, в принципе, обычно хватает нескольких дней, чтобы губы стали мягкие. Второе место. Я делаю скраб. Я его использую только на, так сказать, проблемных зонах, в принципе, я думаю, можно его использовать на всем теле. Для приготовления скраба, что нам нужно? Во-первых, это молотый кофе. Поскольку у меня нет отдельно молотого кофе, но у меня есть кофемашина, я просто беру то, что остается после кофе, то, что обычно люди выкидывают, да, то есть вот эти песчинки. Значит, вот их просто использую вместо того, чтобы выкидывать. Такое, в общем, безотходное производство. Значит, берем 2 столовые ложки этих кофейных самых, кофейного молотого кофе. 2 столовые ложки молотого кофе. Затем 2 столовые ложки кокосового масла. И я, например, еще добавляю также, например, столовую ложку персикового масла. Вот. То есть оно тоже полезно для кожи и очень хорошо смягчает. Затем все это я миксую и в какую-нибудь пластиковую баночку или стеклянную это кладу. И каждый раз, когда я иду в душ, ну, даже, наверное, не каждый раз, потому что каждый день это делать довольно, может быть, вредно. А хотя бы через день, через 2 дня можно использовать этот скраб, нанося на проблемные зоны и немножечко тереть кожу, куда вы наносите скраб. В общем, довольно-таки хороший скраб. И также хорошо смягчает и борется с целлюлитом, что немаловажно, я считаю. Ну и, наконец-то, первый способ. Я его покажу на себе, потому что мне как раз пора мать голову. И самый мой любимый способ – это маска из кокосового масла. На самом деле я сейчас уже несколько месяцев пытаюсь восстановить волосы после наращивания. И это довольно-таки сложно, особенно, когда ты пользуешься плойками, утюжками, фенами, и когда ты красишь волосы каждый месяц. В общем, волосы все равно, конечно, всегда нуждаются, наверное, в какой-то поддержке. Я уже перепробовала много масок, масел и витаминов. И, в общем-то, я пришла к тому, что кокосовое масло у меня номер один. Что я делаю? Я просто беру кокосовое масло и наношу его на кончики волос и по длине волос. На корни я не наношу, потому что я читала в интернете про кокосовое масло и видела такую информацию, что если вы будете наносить на корни кокосовое масло, то что-то вроде того, что он может закупоривать вот эти вот волосяные или какие-то вот эти вот штуки, которые помогают росту волос, что, в общем, это может быть, наоборот, препятствовать росту волос. Поэтому я его чисто использую по длине и на кончике и выдерживаю, как минимум, полчаса. Если мне совсем лень, я просто делаю хвостик, пучок и хожу вот так вот по дому в день, полчасика, часик, в зависимости от того, сколько у меня есть времени свободно. Если же мне хочется сделать что-то и дополнительно хорошее, то я одеваю просто пластиковый пакет сверху на волосы, еще сверху полотенце. Если у вас есть возможность сделать полотенце теплым, это еще даже лучше. То есть это усиливает эффект кокосового масла дополнительно. Также это хорошо для ваших волос. После этого мы смываем нашу маску, шампунем, кондиционером, чем угодно, как обычно вы это делаете. И ощущаем, что наши волосы стали гораздо мягче. Я на самом деле заметила разницу, что волосы стали более мягкие и вообще говорят, что они начинают сечься меньше. Я, честно говоря, вот как-то не думала об этом, насколько это помогло или нет. Ну, в общем-то, на данный момент это моя самая любимая маска. Я ее каждый раз, когда я в мою голову делаю эту масочку. И то есть, когда намазала, потом делаю пучок и так хожу. И потом наслаждаюсь своим мяг... И до новых скорых встреч!